С чем ассоциируется у нас слово корпоратив? Корпоративный дух, униформа, социальный пакет – все это есть, конечно, но для большинства наших соотечественников новое западное слово чаще всего говорит о том, что будет корпоративка, на которой весь коллектив, невзирая на ранги, будет водить хоровод под елкой и плясать до упаду – от шефа до простого клерка. Итак, Новый год на носу, товарищи. С чего начнем? Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Не испортить вечеринку, надо просто работать с профессионалами и понимать, что вы хотите от новогоднего корпоратива, потому что цели можно преследовать разные. Можно преследовать цель – хорошо, здорово отдохнуть, а можно преследовать цель – просто тупо напиться. На мой взгляд, это две разных вещи. По словам Константина Эдельмана, который более 10 лет организовывает праздники для могилевчан, главный инструмент в проведении любого праздника – это калькулятор. Бывают интересные вечеринки за небольшие деньги, но это скорее редкость, чем частое явление. Вот это ваша музыка. Дает она что? Нет, не дает. А надо, чтобы давала. Простите, я не понимаю. Нужно, чтобы музыка-то, кстати, тебя брала. Нужно, как говорится, чтобы она тебя вела, но в то же время и не уводила. Понятно? Сейчас публика хочет многое. По западному образцу признается шоумен. Это раньше зажигали под ламбаду, а ведущий был и швец, и жнец, и на дуде, так сказать, игрец. На сегодняшний день, по крайней мере, мы очень-очень-очень редко сталкиваемся с таким понятием, как баян на празднике. В том смысле, баяна, который он был тогда, сейчас появились… Баян остался, но немножко в другом виде. Появились интересные коллективы с баянами, которые делают не столько музыку, сколько шоу. Возвращается живой звук, так называемые кавер-бенды, а проще говоря, вокально-инструментальные ансамбли. Ну что же, неплохо, неплохо. Только этот хор надо несколько разшить. У нас водитель солидный, народу хватает. Но это же квартет, Серафимов. Ну что же, что квартет. Добавьте сюда еще людей, будет большой массовый квартет. А здесь что? Бывают моменты, когда приходят и спрашивают, а могли бы вы нам привезти кого-нибудь из комедий-клаб? То есть вот так бывает. Не как комедия, а кого-нибудь из комедий-клаба. Естественно, мы можем и привозим, и, ну, так получается вечеринка ущерборская. Давайте соображать, как все вместе. Я вижу уже это совещание, что ты не могла что-то там смешное сказать? Это были первые лица. Итак, с культурной программой все более-менее понятно. Хорошо, конечно, повеселиться в компании с Верой Брежневой. Кстати, поговаривают, что она будет в Магилеве в конце января, на закрытой вечеринке. Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь. Короче, дело ясное. Костюмы надо заменить, ноги изолировать. А мы отправляемся на поиски нормального заведения, где можно не только поплясать, но и покушать. Это сон какой-то. Стоит отметить, что обновлять меню к Новому году – это традиция во всех ресторанах Могилева. От мала до велика. Взять, к примеру, Габрово. Если вы хоть раз здесь не отдыхали, вы не знаете Магилев. Знаемые салаты по-габровски и котлеты по-габровски. В наступающем году лошади есть шанс попробовать новое блюдо. Будет у нас новый один салатик с морепродуктами. Совершенно новый. У нас меня никогда не было. Ничего даже близко похожего. Он частичка из старого. То есть будет такой, как раньше был в советские времена салат из крабовых палочек. Но очень видоизмененный, с новыми средиземноморскими веяниями. И вообще, как бы, все блюда на уровень выше переходят, нежели есть сейчас. Ну, все для нашего потребителя. Стараемся для него. Я требую продолжения банкета. Живой коллектив будет. Это обязательно. Будет Дед Мороз со Снегурочкой. Будет огромное количество конкурсов. Можно будет выиграть призы в каждом конкурсе. Будет танцевальная программа. В общем, шоу. Минуточку. Зачи еще этот банкет? Кто отлачивать будет? Во всяком случае, не мы. Ну, приблизительно около 500 тысяч человек в предновогодний период. Это 20-х чисел. Голодным никто не уйдет, обещает завпроизводством. Еще одно заведение в центре города, хорошо известное Могилевчанам изба. А на втором этаже последнее приготовление к открытию нового ресторана. Валейбана. Зал почти готов. Значит, будет полностью уже окрашено стенами в жемчужный цвет. Значит, будут висеть уже мониторы специальные для проведения всевозможных презентаций. Независимо от того, как его проводится, там, это либо для банкета, для фуршета, либо это будет какая-то просто презентация, там, лекция какая-то еще. То есть зал будет очень интерактивный. То есть для любого пользователя. Подход к проведению корпоративных праздников здесь выработан давно. По сути, свои требования клиента просты. Они хотят вкусно, хорошо, недорого и много, говорит директор. Секрета никакого нет. Это будет широкий ассортимент. Будут специально подготовленные салаты. Мы разрабатываем большое количество блюд новых постоянно. То есть у нас там в неделю мы там 2-3 блюда новых вводим. Праздничный стол – это блюда, которые украшают стол. Еда, она и хлеб еда, и сыр еда, и чай еда. Но когда вы идете на праздник, вы хотите, чтобы это было красиво, красочно. И, соответственно, все банкетные блюда, ну, праздничные блюда, они должны выглядеть красиво. То есть это может быть простейшее блюдо, но если его украсить правильно, правильно подать, оно сразу становится праздничным. Новые столы будут круглыми, и праздничная программа планируется в формате огонька. На сегодняшний день, вот предмологодние праздники, с программой, с хорошей программой, опять же, это будет где-то порядка полумиллиона на человек. То есть это полноценный стол, причем ассортимент весь – рыбное, мясное, овощное, фруктовое. То есть есть полностью ассортимент, мясные салаты и несколько видов горячего, плюс напитки и все остальное. А если вы предпочитаете отдых на природе, вполне можно выехать в пригород. К примеру, старый причал в Полыковичах. Каждый год мы стараемся внести новые блюда, рассказывает директор ресторана. И так как у нас многие посетители бывают не один раз, для них должна быть и программа обновленная, и, соответственно, меню. К этому Новому году у нас будет именно разработано очень вкусное, очень изысканное блюдо – это ручьевая форель с сыром, с прованскими травами. То есть это блюдо, во-первых, полезно, во-вторых, красиво, или, наоборот, во-первых, оно очень вкусно. А в будущем посетители смогут выловить себе форель и осетра прямо здесь и, собственно, ручно передать рыбу повару. Смотрим фотоальбом. Что еще войдет в банкетное меню? Мы выпекаем вафельку сами и, значит, делается микс с добавлением коньячка, свежих ягод. И получается очень красивое, вот посмотрите, вот такое вот мороженое. Похоже, в Старом Причале делают упор на сложное блюдо, которое дома готовит дорого и трудоемко. Борный холодец. Настоящий, с хреном. Так, как положено его готовить, где практически одно мясо, это вкусно, это, если сделано это порционно, то есть это небольшое количество, опять же, не повредит для здоровья, но человек его с удовольствием скушает. Мы стараемся учесть именно так, чтобы на столе было и рыба, и птица, и мясо, и овощи, безусловно. Ну, это год, приближающийся год лошади. Ну, не знаю насчет сена, но то, что будет все вкусно, это однозначно. Новогоднее меню на одного человека будет стоить 500-600 тысяч вместе с шампанским, обещают в Старом Причале. Однозначно будет два горячих, два горячих и разнообразные холодные закуски. То есть, безусловно, это будет хороший стол. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Дед Мороз и Снегурочка выводят всех гостей на улицу, и вот так под открытым небом происходит встреча Нового года. А как вам идея встречи Нового года в компании собак, гусей, лебедей и, конечно, символа предстоящего года – лошади? Да еще и с прогулкой на санях. Но это, конечно, если снег будет. Нас критикуют за то, что агротуризм, к сожалению, переходит на ресторанный бизнес. У нас этого нет, у нас даже нет кафе, люди, если приезжают, то готовят сами. А по новогодним программам мы постоянно привлекаем профессиональных актеров из нашего драматического театра. Яндин Александр Григорьевич уже на протяжении, наверное, лет 8-10 с нами сотрудничает. Вот Дед Мороз. Да, вон у нас Дед Мороз, вот, Лубонок Галина, она у нас Снегурочка. Вот, ну и привлекаем всегда кого-то с молодежи, молодых актеров. Вот, они у нас играют разные персонажи, там, то ли разбойника, то ли бабу его. Отдых в усадьбе ГАИ в основном детский. Для городских школьников здесь и кроме Деда Мороза Снегурочки есть чем заняться. В этом году мы уже подготовили и сани, но если будет снег, конечно, есть у нас упряжная лошадь, упряжь подготовили, вот, именно с бубенцами, все. Ну, к сожалению, погода нас не всегда балует, поэтому верховая езда обязательно будет, то есть у нас всегда все дети обязательно катаются верхом на лошади. К слову, стоимость такой экскурсии с доставкой автобуса вместе с театрализованным выступлением, катанием на лошадках, чаем из самовара и шоколадными конфетами обойдется примерно в 190 тысяч рублей. Вот такой он праздничный бюджет по-могилевски. Что пил? Зубровку. Правильно. И главное, помните, важно, чтобы после корпоратива на работе вас не встретили аплодисментами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова